В течение недели, 23-29 июля, группа российских и грузинских молодых экспертов беседовали с представителями государственных ведомств на уровне за министров МИД, Министерство энергетики и природных ресурсов, Министерство по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Министерство по вопросам реинтеграции неправительственных организаций и отдельными независимыми экспертами. Кроме того, состоялись совместные дискуссии и пресс-конференции в Тбилисском пресс-центре РИА Новости. Из России, 8 участников из Грузии. Да, вы задавали вопросы о том, как отбор происходит. И в Тбилиси, и в Грузии, и в России мы стараемся с помощью наших партнеров, это организация ресурсных центров, которые в Петербурге, значит, в России. И у нас есть, так сказать, тоже по тематикам консультанты, которые вот более близки к этой, так сказать, общественной, в этом случае международников-политологов. И они всячески распространяют там информацию о проекте. Кавказский дом с помощью своих партнеров здесь, в Тбилиси, в Грузии целиком. И есть аппликация, форма аппликации и так далее. И вот на этой основе потом уже отбирается, и, конечно, по случаям в Грузии происходит интервью. Вот это, в принципе, путь к проекту, так сказать, как может человек... Конкурс? Да, конечно, конкурс, потому что я хочу, между прочим, чуть не забыл, довольно большой интерес в Грузии. Но особо в России, потому что, например, на предыдущем проекте нас 10 мест, мы получили где-то 130 заявок. А это довольно большой конкурс для такого проекта. И сейчас тоже что-то приблизительно такое количество. Очень большой интерес. И интересна география интереса, да, в том смысле, что... Несмотря на то, что эта группа, сейчас вот международного политолога, это основное, московские, из тех институтов, которые работают в Москве, но в предыдущем у нас была довольно такая география, что вот из очень многих регионов и губернии получали заявление. В том числе, ну, все-таки можно локализовать эти интересы, нужно определенно сказать, что довольно большой интерес по отношению этого и других проектов есть в Северном Кавказе, потому что примерно, если не ошибаюсь, где-то от 20 до 30 процентов заявок было из Северного Кавказа. Или от людей, которые как-то связаны Кавказом, так сказать, не живущие сейчас вот, например, в Кабардино-Болгарии, но кабардино-болгарец, который вот сейчас работает или учится в Москве, или Петербурге, или не знаю. А почему вы условны интересы на Северном Кавказе? Ну, во-первых, надо подчеркнуть, что, в принципе, наверное, этот интерес определен двумя главными факторами. Во-первых, те процессы, которые имеют место в Грузии, само собой определяют интерес, потому что, ну, знаем, что определенные реформы здесь, просто, да, можем очень много дискутировать о том, какие реформы более успешны или менее успешны, какие плюсы и минусы, но, в принципе, слава о реформах Грузии как-то формируют мнение, интерес, в том числе на Северном Кавказе, потому что те проблемы, например, то же самое коррупции, мы очень хорошо знаем, что даже по общероссийским меркам Северный Кавказ самый проблематичный район, регион, то же самое можно говорить о тех проблемах, которые есть в правоохранительных органах, а вот реформа МВД, может быть, вот эти факторы. И второй фактор, который активизация грузинской политики тоже по отношению Северного Кавказа, наверное, вообще активизация Грузии по отношению Северного Кавказа, наверное, определенный интерес вызвал на Северном Кавказе тоже. Это вопросы деятельности ТВПИК, это безвизовый режим, это признание геннадства черкесов и так далее, и так далее. Наверное, все эти факторы вместе создают вот этот интерес, который реально чувствуется на Северном Кавказе по отношению к Грузии. Это первая встреча, у нас целиком четыре тематических групп. Первая тематическая группа – это политологи-международники, вторая – это экономисты, третья – журналисты, четвертая – правозащитники. Так что цикл встреч будет за эти полтора года, плюс будет окончательная конференция, которая будет двух-трехдневная, которая соберет всех участников этого процесса. Посмотрим пока, что у нас не решено, это будет в Тбилиси, может быть, в Батуми. Посмотрим. Будут определенные документы, созданные в рамках проекта, будут статьи, веб-страница, которая, мы надеемся, станет таким местом для обменивания мнений, где будут расположены и статьи участников, но и другие статьи, которые по направлению грузино-российских и вообще, может, покроют калкасскую тематику. Ну, впечатления от города, пока поездить по стране, конечно, мы не успели, а от города самые позитивные, от людей, которые здесь живут, нас очень тепло принимают. И на бытовом уровне, наверное, можно констатировать, что нет никаких проблем, так же, как если, я думаю, грузинская делегация приехала бы в Москву, здесь никаких сложностей не возникнет. Ну, участие в проекте, мое личное участие в проекте было обусловлено тем, что я работаю в организации, которая, представляю организацию, которая занимается модной терпен народной дипломатией или публичной дипломатией. Это, наверное, тот элемент, который сегодня нам на современном этапе российско-грузинских отношений может позволить сохранить контакты и какие-то способы для взаимодействия. Официальных отношений у нас нет, это создает определенные сложности, поэтому каналы народной дипломатии, особенно на уровне экспертов, они очень важны. И я хочу обратиться к словам Георгия по поводу как раз взаимодействия молодых экспертов. Это очень важно. Действительно, эксперты, мы отнесем их к экспертам советского поколения, это люди, которые уже имеют свое сложившееся представление о многих вещах и свое убеждение, и не всегда, может быть, гибко подходят к тем или иным темам. С другой стороны, подрастает поколение и в Грузии, и в России, безусловно, подрастает поколение людей, которые тоже себя называют экспертами, но которые не имеют возможности взаимодействия друг с другом. Россия и Грузия — это два соседних государства, два соседа, поэтому было бы глупо отрицать, что мы не интересуемся друг другом. Это не так. И то, что происходит в Грузии, интересует российское экспертное сообщество, Россию, то, что происходит в России, интересует, наверное, я уверена, экспертное сообщество в Грузии. Поэтому очень важно, чтобы люди, которые уже представляют молодое экспертное поколение, имели возможность не просто через интернет общаться, через блоги, читать средства массовой информации, но иметь личный контакт, потому что личный контакт, он позволяет, наверное, в чем-то более гибко подходить к решению тех или иных вопросов. Вот это, наверное, очень важно и очень важная составляющая данного проекта. В первую очередь, пользуясь случаем, хотел бы сказать еще раз огромное спасибо организаторам, потому что без них не удалось бы не только встретиться со своими коллегами, понять, чем живут молодые наши коллеги в Грузии, какие проблемы есть у них в профессиональном плане, как Грузия сама смотрит на ситуацию в наших отношениях, и не было бы возможности быть здесь, в Тбилиси, в горах. То есть впечатления самые замечательные, потому что я именно так себе это и представлял, грузинское гостеприимство, вино, кухня, песни. Я тоже первый раз в Грузии, и именно так я все тебе это и представлял, потому что наши организаторы постарались сделать все так, чтобы у нас была возможность почувствовать жизнь и биение жизни здесь, в Грузии. Помимо Вина, еще лекции, экспертные встречи. Да, то есть помимо всего прочего, у нас есть очень такой позитивный фон, чтобы мы помимо работы имели возможность еще и посмотреть, как живет современная Грузия. А по поводу грузинских реформ, понимаете, в чем дело? Здесь мы можем судить о том, насколько они эффективны, только со слов наших грузинских коллег. Потому что для того, чтобы понять, насколько та или иная реформа состоялась, нужно быть гражданином Грузии и жить здесь в повседневном режиме, сталкиваться с органами власти, с полицией, обращаться в суды. Но даже на том уровне, на котором у нас была возможность, во-первых, впечатления наших коллег, и они позитивные. И то, каким образом вообще выстроена государственная служба, то есть очень легко к нам на встречу шли на уровне замминистров. На уровне министров тоже должна была была одна встреча, но из-за непредвиденных обстоятельств она поменялась. То есть и сам аппарат очень компактный, и гибкий, и в принятии решений. То есть определенные моменты, я думаю, что стоит взять на вооружение с поправкой, конечно же, на масштабы России. Там сложнее сделать компактный, небольшой какой-то аппарат, который будет отвечать на все вызовы и риски даже по тем же Министерству иностранных дел, потому что это огромная, должна быть все равно машина, потому что огромное количество дипломатических связей. Что уж говорить там про отдельные министерства и ведомства, которые занимаются там энергетикой. Самая большая трубопроводная сеть в России, в России она находится 140 тысяч километров магистральных газопроводов. Это Министерством энергетики штатом 5 человек, не сможешь контролировать, это должно быть огромное количество специалистов. Что касается полиции, ну вот я как сказал, что нам сложно судить, насколько это все эффективно, но, как говорят наши грузинские коллеги, полиция из врага превратилась в друга гражданина. Я думаю, что это самое важное, что нам нужно перенять, чтобы государство говорило своим гражданам, уважало своих граждан и было открыто для них. Вот я думаю, что это один из тех моментов, которые нам нужно перенять. В первую очередь, конечно, интересным было узнать, как думают люди о тех сложных вопросах, которые стоят в российско-грузинских отношениях, и увидеть, насколько пестрой является на самом деле окружающая действительность, потому что у нас часто ее представляют в таком черно-белом виде. И я думаю, это касается и российской официальной позиции, и грузинской официальной позиции. Но мы увидели, что и с грузинской стороны есть разнообразие точек зрения, есть разные политические позиции. И вот это на самом деле очень хорошо, потому что опасения, которые, я думаю, у многих были связаны и с этой конкретной встречей, и в принципе с любым форматом российско-грузинского диалога, что все превратится в некую пропаганду, направленную на противоположную сторону. И вот здесь удалось этого избежать. То есть мы увидели, что внутри страны тоже существует дискуссия, что люди, несмотря на реформы, которые хорошо известны, имеют немало претензий к действующей власти, что те выборы, которые приближаются, они активизируют политический процесс, и он, в общем, реален. Это не какая-то попытка создать видимость конкуренции, это реальная конкуренция. И здесь общее впечатление от, с одной стороны, официальных выступлений в министерствах, с другой стороны, от независимых экспертов, обозревателей. Но самое главное, что мы увидели, насколько разными могут быть подходы к тем проблемам, которые нам предстоит решать. Хочу отметить, это было очень важно для меня, как для эксперта, и человека, который занимается этими вопросами, предельный профессионализм и тактичность в обсуждении данных вопросов, как с грузинской, так и с российской стороны. Это был разговор профессионалов, и продолжается разговор профессионалов. Поэтому я думаю, что, наверное, для того, чтобы он был более полным, объективным и всеобъемлющим, стоит подумать и о расширении географии места проведения данного проекта, если мы говорим конкретно о российско-грузинском диалоге. Вот я так на будущее. Нам было бы очень интересно и приятно ознакомить наших партнеров, молодых экспертов, которые здесь интересуются Россией, современной жизнью в России, чтобы тоже у них была возможность приехать, понять, тоже какие-то встречи провести. Думаю, стоит подумать над этим. Знаете что, все-таки, наверное, уже взрослые люди, как бы имеем отношения, не первый раз встречаемся. И, конечно, есть всегда определенные сложности, когда впервые встречаешься с человеком, с которым приходится вот такой вот очень необычной обстановке встречаться, необычно говорить о необычной теме, как преодоление конфликта и так далее. и тому подобное. И есть, конечно, такие эмоциональные, ибо, сказать, вопросы, когда приходится задевать, потому что, ну, все немаленькие, как-то есть воспоминания и так далее. Но самое главное, что надо в этом случае как бы иметь на уму, когда встречаешься когда-то, что как бы позабить прошлое и как-то посмотреть вперед.